Добрый день, уважаемые друзья. У нас сегодня запланирована пресс-конференция, которая связана с деятельностью Коммунистической партии Российской Федерации, нашего Калужского регионального отделения. Мне, как секретарю Центрального комитета, члену президиума ЦК, депутату Госдумы, очень было важно сегодня посетить Калугу, встретиться с партийным активом, пообщаться с представителями общественных организаций, для того, чтобы посмотреть уровень нашей партийной работы здесь, в регионе. Одна из задач, которая стоит, это отчет перед коммунистами, перед жителями Калужской области о работе фракции КПРЛ Государственной Думы в весеннюю сессию. Вы знаете, что фактически остался год до окончания полномочий Государственной Думы, и на протяжении этого времени парламент, с нашей точки зрения, достаточно активно поработал. Были целый ряд ключевых решений, которые принимались, но я хотел бы сказать, что только за период работы парламента нынешнего созыва наша партия внесла более 250 законопроектов, касающихся всех направлений жизнедеятельности нашей страны. Одна из важнейших задач, это, конечно, обеспечение социально-экономического развития страны, решение ключевых задач. Мы рады, что правительство Российской Федерации и президентом был поддержан наш законопроект о промышленной политике, который может позволить достаточно эффективно работать в этой отрасли, тем более в условиях западных санкций, вопроса импортозамещения, импортозамещения сельхозпродукции, импортозамещения. В промышленности развитие оборонных предприятий является очень важным. Также хотелось бы отметить, что КПРФ на протяжении многих лет выступала против целого ряда реформ, которые наносят ущерб государству. Я считаю, что наша позиция по единому государственным экзаменам была поддержана общественностью страны, и мы будем работать в этом направлении. Среди наиболее принципиальных вопросов, которые стоят на повестке дня в осеннюю сессию, это законопроекты, связанные с обеспечением равного доступа и возможности реализации прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Вы знаете, две недели назад фракция КПРФ в Государственной Думе внесла законопроект о капитальном ремонте. Я являюсь одним из авторов этого законопроекта. Мы на протяжении последних месяцев получали тысячи обращений к гражданам Российской Федерации из-за всех регионов, которые говорили, с одной стороны, о непомерной плате, которое предложено гражданам отчислять на вопросы, связанные с капитальным ремонтом, искудных пенсий и зарплат. С другой стороны, у нас стоит одна из принципиальных вопросов, что фактически капитальный ремонт перекладывают на плечи граждан. Вот наш законопроект в нескольких словах позволяет, первое, установить солидарную ответственность за государство и гражданина за ремонт жилья, причем 85% средств должно взять в себя государство, которое на протяжении десятилетия собирало плату за содержание жилья, но фактически не направляло это на ремонт жилых помещений. С другой стороны, мы считаем, что, особенно для пенсионеров, когда им говорят, что мы ваше жилье отремонтируем, но непонятно, когда это будет, через 5, 10, 15, 20 лет, совершенно неприемлемо. Поэтому закон жестко устанавливает, что если в течение 5 лет государство не обеспечивает за счет средств, собранных на специальный счет, ремонт жилья, опять же, в солидарной финансовой ответственности, то эти средства возвращаются на лицевые счеты гражданина. То есть государство этим законопроектом обязуется в течение 5 лет отремонтировать это жилье. Ну и третья составляющая, в разных регионах установлена разная плата за квадратный метр на капитальный ремонт, у вас в области, Николай Мич, так ли? Ну у нас 6 рублей 11 копеек, без лифтов, а с лифтами 6,90. Ну вот, я вернулся, я на выходных был в Пензенской области, там 6,9 установлено, целый ряд экспертов, что эта сумма до 7 рублей, даже эта сумма, хотя в некоторых регионах пытаются 12 рублей и так далее, она завышена в несколько раз. Поэтому мы считаем, что необходимо еще очень внимательно с привлечения общественности, значит, эксперты в сфере ЖКХ посмотреть, насколько эта сумма соответствует реальным потребностям ремонта. Тем более она собирается как с дома, который недавно был построен, и в ближайшие там 20 лет навряд ли он потребует капитальный ремонт, так и с граждан, которые живут в старом жиле, которым больше средств нужно. Поэтому очень важно за этот проект. ЖКХ, один из основных вопросов, который волнует граждан. Мы сейчас, вся страна находится фактически в предвыборной ситуации, во всех крупных муниципалитетах, городах, областях, проходят выборы разного уровня. У вас в Калужской области есть особенность, у вас избираются и губернаторы, законодательные собрания, но в органах мест и собрания. Но одна из тем, которая волнует население, то, что идет от встречи, это одна из инициатив правительства, связанная с ограничением поголовья скота в частных хозяйствах, если там пять голов крупнорогатого скота, ну, то есть, а все остальное это предпринимательская деятельность. Это дополнительные налоги, следующее. Да, дополнительные налоги. И в условиях, когда сельское хозяйство, Альфа Иванович, как никто другой, прекрасно знает эту отрасль, да, когда сельское хозяйство единственное фактически за тростей, который хоть как-то стремится обеспечить импортозамещение продукции, связанной с санкциями и так далее, мы еще наносим удар по частнику, непонятно в чьих интересах. Ну, и я хочу сказать, вот часто нас критикуют, коммунистов, что вы предлагаете альтернативные законопроекты, вы критикуете власть, но где содержательную работу? Ну, с законодательной точки зрения я вам показал содержательную работу. А с точки зрения реальных дел, вот недавно Геннадий Андреевич несколько недель назад встречался с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путином. Очень содержательная, интересная беседа, средства массовой информации и освещаемая. Могу сказать, примеры двух крупнейших народных предприятий, Звениговский, это республика Мария Мария Занков, Иван Иванович, и Сахоз Ленина, я там и в одном и в другом хозяйстве в несколько раз был, в Московской области. Ну, это примеры. С одной стороны, в животноводстве, а с другой стороны, растеневодстве, уборке плодовощных культур, крупнейшие флагманы развития. На самом деле, Грудинин в Сахозе имени Ленина не допустил, чтобы эта земля рядом с Кадом была захвачена строителями, которые пытались вместо сельхозпредприятий организовать там застройку под коммерческое жилье и создал и развивать крупнейшие предприятия, которые обеспечивают практически полстраны плодовощной продукцией. Ну, а животноводческий комплекс Казанкова крупнейший не только в Поволжье, но и в Российской Федерации, но и предприятия народные. Разница между зарплатами руководителей простого труженика не больше, чем на 50%. А у нас во многих предприятиях в десятки раз уровень социального обеспечения... Ну, посмотрите, в Московской области средний уровень зарплаты в Сахозе имени Ленина 70 тысяч рублей. 70 тысяч рублей – это фактически высочайший уровень, который обеспечивается грамотным ведением хозяйства, но, с другой стороны, народные предприятия отличаются тем, что фактически каждый гражданин, как в советское время, является собственником этого предприятия. И мы должны эти инициативы поддерживать. Я уверен, что такие предприятия народные должны создаваться во всех регионах Российской Федерации. И здесь, в Калубковской области, они только что были участники. Разные формы нужны. Одна из задач принеса не просто встреча с жителями, активами, избирателями, но и вопрос, конечно, мы должны обеспечить, чтобы законодательство Российской Федерации, в том числе и в ходе избирательной кампании, соблюдалось. Мы идем на выборы хорошей, мощной команды, сильным кандидатом губернатора Николая Ивановича Яшкина, опытным хозяйственником, один из лучших в нашей стране. Он всегда был и остается убежденным сторонником нашей партии, наших идей, несмотря на те давления, которые он испытывал. Он сохраняет членство в партии, активно работает в партийной организации. Такие люди на весь золото. С другой стороны, мы надеемся, что процесс выборов будет на равной конкурентной основе, что не будет злоупотребления в административном положении. Мы постараемся максимально обеспечить честный, прозрачный контроль. Надеемся, что и власть, а мы с предстоятелем власти встречались, тоже заинтересованы, чтобы выборы прошли конкурентно, честно, чисто, прозрачно, но соблюдение закона очень важно. Для этого мы окажем нашим калужским товарищам максимальную помощь из-за страны Центрального комитета. Мы постараемся, чтобы наблюдатели приехали из соседних регионов, чтобы помочь нашим товарищам заходить впрон до небольшого сельского участка. На самом деле, стране и политической системе действующей власти нужны честные выборы, прозрачные, честные выборы, чтобы доверие населению к власти с каждым годом росло. Чтобы не было примеров, как было примеров калужского выбора в Государственную Думу, когда многие люди объективно, недовольны реальным по счетам голосов, вышли. А этим воспользовались представители западных спецслужб, различных некоммерческих организаций, фондов и так далее, которые объективно раскачивают ситуацию по западному сценарию. Мы должны понимать, что попытки участия в выборах целого ряда партий, как Касьяновская партия, Парнас и так далее, попытка расшатать из нее ситуацию в стране. Им не нравится, что Россия крепнет, им не нравится ситуация с Крымом, но они знают, что в России огромная комиссия социально-экономических проблем, которые мы должны решать вместе. Без коммунистической партии в этом задачу никто не решит, потому что 80% позитивных шагов действующей власти – это предложение коммунистической партии Российской Федерации. Над нами, Николай Дмитриевич знает, еще 15 лет назад мы многими идеями смеялись, а сейчас многое беру, даже национализация, вот ведь национализация, все друг друга поубивают, будет, ничего страшного. Башнир, я в свое время избирался от Республики Башкортостан депутатом Государственной Думы. Посмотрите, вот ситуация с Башниркой. Крупнейшая государственная компания оказалась в руках семьи Рахимова за копейки. Потом была куплена АФК-системой за 60 миллиардов рублей, за 2 миллиарда долларов. По тому поводу. Через 5 лет государство, выявив реальные нарушения в приватизации, забрало. Ну, АФК-система за это время заработала 170 миллиардов. 60 заплатила, 170 заработала, отобрали, они еще размущаются. И таких примеров можно привести массово. Поэтому, конечно, нам надо вместе укреплять мощь нашей страны. Нам нужно в большей степени обеспечить в политическом смысле демократичность и созидательность, и состязательность. Мы должны с уважением относиться к разным точкам зрения, которые служат на благо развития нашей страны. Но мы должны жестко предоставить серьезную стену и серьезный отпор вот этой вот публике, которая фактически пытается в политическую жизнь внести попытки раскола, а возможно рисовать России оранжевый сценарий. Власти надо не допускать, в том числе и своими необдуманными шагами, эти попытки. Уважаемые коллеги, в заключении хотел бы сказать, что Николай Дмитриевич тут большое политическое. На самом деле в стране есть две партии. Есть действующая партия власти, у нее административный аппарат, чиновничий аппарат, и есть коммунистическая партия Российской Федерации. Другого нет. Могут быть где-то чуть-чуть кто-то там либеральный взгляд, кто-то националистический, кто-то других. Но это все наносное. Поэтому объективно выбор у любого человека стоит между двумя политическими силами. Если все устраивает, как сейчас, можно поддержать власть. Если хотите коренных реальных изменений в интересах людей, в интересах страны, это коммунистическая партия. Своей идеологией, программой, платформой, командой, которая развивается. Поэтому вот выбор страны. Я уверен, что, как не раз говорил Геннадий Андреевич Зеванов, для того, чтобы развивать страну, нам нужно коллекционное правительство. Правительство левоцентрического толка. Пример, к сожалению, ушедшего недавно из жизни Евгения Максимовича Примакова, Маснякова нашего товарища, с кем мне довелось, и я окажусь этим работать в одной фракции Государственной Думы, прошлого созыва. Оно за кратчайший период времени, из тяжелейшего экономического кризиса, грамотными управленческими решениями, позволило страны сделать шаг вперед. Сейчас в кризисе повышаются тарифы естественных монополий. Первое принципиальное решение правительства Маснякова-Примакова было ограничение тарифов. Когда Чубайс и компании пришли и требовали повышения тарифов в условиях кризиса, было совершенно четко сказано. Говорят, мы повысим, но после того, как детально проверим все ваши тарифы, сразу эта тема отпала, потому что никто не хотел допускать, проверять тарифы, потому что в этих тарифах примерно три четверти – это расходы, связанные с нецелевой деятельностью этих компаний, а самолеты, перелеты, офисы и так далее, и так далее. Поэтому страна может развиваться в условиях экономической изоляции, санкций, вы понимаете, что мы никому сильно не нужны, может развиваться оборонное промышленно-сельское хозяйство, когда мы рассчитываем на собственные силы. Но и когда проводится политика в интересах населения, а не в интересах отдельных групп. Потому что все-таки мы понимаем, что попытка присосаться к государственным заказам, попытка выделения близким структурам земельных участков, подрядов и так далее – это то, что наносит реальный ущерб экономике страны. Если мы стране, хотя бы победить коррупцию, говорят, невозможно, но хотя бы тот колоссальный механизм коррупционных проявлений, которые есть с нолизу с муниципалитета до федерального центра, прекратим-то, можем решить вопрос. Вот недавно был известный приговор бывшему главкому сухопутных войск, когда он за финансовое возрождение, как решил суд, там помогал солдату. Ему дали пять лет заключения. Но на самом деле в Министерстве обороны, хотя он боевой генерал, там, может быть, есть вопросы, суд вынес верное решение. Но на этом же фоне госпожа Васильева КПРФ три раза инициировала проведение парламентского расследования в государственной войне, а вот и ныне так. Ну, хорошо, хоть нашли, что где она сидит или не сидит. Мы считаем, что патриотизм молодого поколения нужно воспитывать не только на таких прекрасных акциях, как «Бессмертная полка», а это действительно стала общероссийская акция, и мы активно принимали участие, поддерживали. Мы по всей стране внесли закон о знамени Победы, который многие, уже 53 региона, приняли эти законы. Калуга. Мы проводим уроки Победы, но самое главное – это великая память. Великая память о войне и восстановлении справедливости. Мне бы посчастливилось от имени фракции Государственной Думы наносить проект постановления о возвращении города Волгограда историческим имени Сталинград. К сожалению, партия власти спряталась и отказалась голосовать. Жайновский, как всегда, выступал против, беснуясь против советской власти, обвиняя нас во всех смертных грехах. Но на самом деле, убеждение у меня, достаточно молодого человека,